Работа отечественного режиссера Адельхана Ержанова номинирована на престижную российскую премию НИКО в номинации «Лучший фильм стран СНГ и Балтии». Это единственное авторское кино из Казахстана. В центре сюжета история парня и девушки, приехавших из аула в большой город. Но суета и суровая реальность разрушают жизнь молодых влюбленных. Заберет ли Казахстан статуэтку крылатой древнегреческой богини, станет известно в конце марта, когда Академия кинематографических искусств подведет итоги. Это не единичный случай, когда наши картины попадают в топ-лист международных конкурсов. Но если говорить о кино в контексте Казахстана, то энтузиастам пробиться сложно. Особенно на большие экраны. Даже казахфильм может вывести в прокат только некоторую часть своих работ. Но увлеченных созданием кино это не останавливает. Ольга Литвина на тех, кто мечтает покорить свой Голливуд. Начали. Ситком «Welcome to October» рассказывает о жизни восьми студентов местного вуза. Все герои абсолютно разные. Молодые ребята из дальних районов, других городов и соседних стран. Среди них футбольный фанат и спортсмен, прилежная студентка и любительница тусовок. Сериал будет транслироваться на казахском языке с русскими субтитрами. Первый сезон из десяти серий выйдет на экраны уже в начале лета. Многие задают вопрос, на что он будет похож. Вы знаете, я не хотел бы проводить какие-то параллели, на что он будет похож. Он не будет ни на что похож. Он будет нашим самостоятельным актюбинским продуктом. Рассказывающий о молодежи нашего города, о дружбе, о предательстве, о понимании к вере, о честности, о взаимовыручке, о любви. Его можно будет потом смело показывать по всей нашей стране. Съемочную площадку оборудовали на областном телеканале. Декорации собирали своими силами. В кастинге приняли участие около 180 актеров, как профессионалы, так и любители. По словам продюсера, важным условием было задействовать создание ситкома исключительно актюбинцев. Когда видишь, проходят какие-то мероприятия, допустим, у нас же в Актюбе, нам нужно приглашать какие-то медиалица, какие-то известные актеры, сериалы. Вот приглашаем с Астаны, с Алматы. А почему мы не можем воспитывать своих таких же знаменитостей? Чтобы сделать из малоизвестных актеров регионального уровня звезд кино, нужно создавать на местах киностудии, считает режиссер из Петропавловска Александр Шенгуров. Иначе все таланты просто уедут в мегаполисы. Шенгуров знает, насколько сложно снимать фильмы на одном энтузиазме. Но, несмотря на трудности, Александр уже выпустил несколько своих работ, прославивших его в родном городе. Картина украшения «Строптивы», снятая по мотивам театральной постановки, была экранизирована в местном кинотеатре. Зрители приняли короткометражку очень хорошо. Основная проблема, с которой сталкиваются энтузиасты, это отсутствие финансирования. Бизнесмены не спешат инвестировать в кинопроизводство, с сожалением отмечает режиссер. Кино – это очень рискованное предприятие. Даже сейчас мы можем видеть, как, казалось бы, голливудские мастодонты, все эти крупные корпорации, которые работают уже не один десяток лет, попадают в ситуации, когда их очень четко выверенный маркетологами фильм и творческими профессионалами не окупается. И никто не может на самом деле предсказать, что этот фильм будет успешен, а этот будет неуспешен. Есть большая доля риска всегда. Группа творцов из Усть-Каменогорска, создавшая свою телекомпанию, снискала известность уже далеко за пределами Казахстана. В 2016 году с фильмом «Притяжение Востока» ребята вырвали победу на первом республиканском конкурсе. Недавно призовое место заняли и в Москве. Правда, масштабировать проекты удается не всегда. Проблема малых ТВ-компаний все в тех же бюджетах. Когда мы снимаем и уже делаем готовый продукт, этот готовый продукт уже более сложно показать общественности, потому что это стоит гораздо больших денег именно прокат на телевидении или еще в каких-то местах. У нас шикарная природа, и люди должны это видеть. А кто может передать эту природу, как не те люди, которые родились здесь. И поэтому, я думаю, нам в Казахстане нужно устраивать больше грантов, больше подстегивать молодежь, чтобы она занималась съемкой и чтобы показывала эти удивительные кадры природы. Единственная киностудия, которую полностью содержит государство – знаменитый казахфильм. Главная его задача – создание картин на социально важные темы. В приоритете авторское дебютное кино. Что касается проката, то за прошлый год из 13 отснятых полнометражных художественных фильмов только половина вышла на большие экраны. Если прокатная сетка очень загружена зарубежными картинами или казахстанскими коммерческими картинами, то мы его не торопимся выставлять в кинотеатр, в сетку, ждем какого-то другого определенного удачного момента, и тогда и выставляем ее в кинотеатры. В начале января этого года президентом был подписан новый закон о кино. Документ должен в корне изменить систему развития отечественного кинематографа от этапа создания до выхода в прокат. Также при прокате казахстанские фильмы освободят от уплаты налога. Планируется и создание государственного центра национального кино. Данный центр будет основным оператором распределения государственных средств, поделяемых на кинопроизводство, прокат и показ, и дальнейшее продвижение национальных фильмов. В Минкультуре избранному уточнили, что финансирование от центра сможет получить каждый режиссер. При этом авторы должны будут отчислить 20% дохода от проката в фонд поддержки национального кино. Но сначала свою работу необходимо представить экспертному совету, который и решит прокатную судьбу картины. Вполне возможно, что такая мера и станет своеобразной дорожкой к славе для начинающих талантливых режиссеров. Ольга Литвина, Игорем Кусейнова, Анара Нуртазина, Ирина Якунина, Нуркен Жалмухан специально для программы «Избранная за неделю». Субтитры создавал DimaTorzok